Улица Поплавского, дом номер 13. Вместо двухэтажной усадьбы сегодня здесь руины. Жилую постройку разбирают как вручную, так и с помощью спецтехники. Такая же судьба вскоре постигнет все дома. Одные двухэтажные, деревянные и бетонные, почти 90-летние польские усадьбы. Снос домов – мера необходимая для строительства второй очереди западного обхода. К разборке приступили мы 11 числа, это была суббота. Задача стоит до конца этого месяца разобрать 13 домов по улице Поплавского. Разбираем дома по мере выселения. То есть в пятницу освободили два дома 11 и 13, и в субботу мы приступили к этим работам. Те материалы, которые представляют ценность для ЖКХ – окна, двери, кровля, значит, они приезжают, забирают сами. Все остальное подлежит утилизации. Рабочие трудятся в ускоренном режиме, ведь снос планируется завершить в течение двух недель. Новоселы сидят на чемоданах, постепенно переселяясь по новому адресу – на улицу Высоковскую. Представители городской вертикали власти постарались сделать все, чтобы такой грандиозный переезд оказался минимально напряженным и максимально комфортным. Можно было бы тем людям, которые живут в блокированных домах на Поплавского, или на Дворниково, или на Брестских дивизий, вот один дом на две квартиры, или на четыре квартиры, дать им квартиру в многоквартирном жилом доме. Вот в юго-востоке четвертом, или на Героевой обороны, которые места мы держим специально под это. Мы же всем, кто жил на земле в доме, будь то блокированный, будь то индивидуальный, дали по максимуму земли и построили красивый, хороший дом. Тоже квартиру в блокированном доме. То есть мы на Высоковской построили 10 двухквартирных блокированных домов и 5 одноквартирных домов. Говоря о переселении, нельзя ни показать и ни рассказать о новом месте прописки. Наша съемочная группа отправилась на улицу Высоковскую. В доме номер 36 нас радушно встречает новосел Антон Горбачев. К приезду переселенец подошел со всей ответственностью и неплохим настроением. Конечно, новое жилье, новые трудности, но в целом хозяин доволен. Ведь вместо веткого деревянного здания почти 90-летней давности сегодня мужчина стал обладателем настоящего коттеджа и при усадебной территории общей площадью 7,5 соток. Оценивает Антон и комфортность дома и дизайн участка. Новое жилье получил и главный сторож семьи, любимец Филя. Хозяин мастерит новую будку четвероногому другу. Лохматый переселенец, похоже, тоже рад событию. Жалко, конечно, старый дом, столько там родились, выросли, жили, все детство провели. Здесь уже как бы заново обживаться, знакомиться с соседями новыми надо. Думаю, в будущем все будет, и маршрутки может пустят, и автобусы. Но пока магазин рядом, хорошо все. За аккуратными заборами и живописными рядами изумрудных туй 15 новеньких коттеджей для 25 семей. Одни уже заполнились жильцами, другие пока пустуют, но это ненадолго. Людям уже либо квартиры построены на Луцкой, либо на Высоковской вот эти домики. То, что я сказал, выше построены. Все практически люди с Поплавского уже переехали, скажем так, потому что вещи возят они каждый день. Мы им даем машину, мы им даем грузчиков. То есть, ну, мелкие вещи, понятно, они сами крупные, в том числе там пианина, шкафы, кровати, диваны. Это мы помогаем. Тем временем стройка тысячелетия, возведение западного обхода набирает все большие обороты. Путепровод уже готов на 20% от общего объема работы.